Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам А лицо не видно? Заканчивается туристический сезон, летний сезон, и мы сейчас находимся практически на рубеже перехода лета в акцию раннего бронирования по зиме. Именно поэтому, в том числе, ну и также по графику, наша запланированная встреча с нашими любимыми гостями, с украинской туристической газетой, в гостях, собственно, ее главные представители, Яна Слабинская, Ярослав Ицковский, соответственно, главный редактор и коммерческий директор. Давайте поговорим и о тенденциях, и, собственно, о UTG, украинской туристической газеты, и называть вас все-таки длинно. Вы привыкли, что у вас по аббревиатуре все? Привыкли, чаще мы слышим именно такое название, конечно. Ну и хорошо, значит, я не единственный, кто так вас называет. Я начал листать свежий выпуск вашего ежемесячника, но поскольку вы не ежедневник, соответственно, на оперативную информацию вы обращаете внимание, я так понимаю, по стоку-поскоку, потому что все успели ее обсудить до того, как выйдет ваше издание, и вы обращаете внимание на какие-то ключевые, осевые темы, и их уже разворачиваете в своей газете. Что было самым важным, на что вы обращали внимание, или, может быть, хотели, но по каким-то причинам не смогли отразить это в газете вот в течение этого сезона? Ну, именно поэтому, по этой причине, тему Турции мы пока еще не затрагивали, потому что события развивались и развиваются... Это же такие номеры. Да, настолько динамично, что к моменту выхода очередного номера ситуация разворачивалась практически 90-180 градусов. Поэтому мы действительно в ожидании того момента, когда мы сможем подготовить достойную аналитику по результатам. Я вам скажу больше, в крайнем южном номере у нас была запланирована статья о том, что российский рынок возвращается в Турцию, и благо, что мы ежемесячное издание... Можно было и не участие. Мы выдержали паузу, и к моменту подготовки непосредственного материала оказалось, что русские туристы в Турцию не возвращаются. Поэтому, собственно... Ну, и как-то так вот... Да. Да. Ну, в общем, на этом все и закончилось. Ну, да бог с ними, с русскими туристами. Это забота соседнего государства и их телевизоров, и их специализированных каналов. А с нашими, о тенденциях сезона, что больше всего удивило? Вот есть что-то такое, что в этом сезоне действительно вот вы не ждали? Я знаю, что вы неплохой прогнозист, но вот чего-нибудь, что вы не ждали? Ну, на самом деле, честно вам скажу, что практически все те прогнозы, которые мы озвучивали в марте-апреле, по сути, они сбылись. То есть мы говорили о том, что будет... Нет, это скучно и бесконфликтно, не надо. Подождите. То есть мы ожидали, что будет достаточно приличный рост украинского рынка в Турцию, он состоялся. Но все-таки до 4,5 миллионов мы так и не дотянули. Еще не месяц, да, впереди? Да, еще не месяц, еще почти два с половиной. Плюс мы ожидали, что будет тяжелая ситуация по Греции и Кипру. В итоге эти два направления, особенно Кипр, оказались переоцененными с точки зрения возможностей отправки украинских туристов. В процессе сезона определенные программы сокращались, менялись. Ну, то есть, собственно говоря... Ну, тут тоже, я так понимаю, это связано с тем, что мы не единственные, кто летает в Грецию и на Кипр. Европейские туристы тоже на них в связи с Турцией обратили определенное внимание. У наших туроператоров просто не хватило блоков, не хватило резервов в отелях. То есть, все, кто хотели в этом году в Грецию и на Кипр, не все смогли. Ну, озвучивали все, что все готовы. Да, они были готовы, но не в таком. Да, ну и на самом деле, как бы, конечно, ценовая политика турецкого направления очень сильно... Подорвала все направления, да? Подорвала все остальные, да. Даже Болгарию они в этом году почти сложили. Единственное направление, которое показало определенный рост, это в последнее время, это была Черногория. Черногория. А все остальные, к сожалению, перед Турцией выбросили белый флаг. Окей. А по событиям. Самый важный скандал, который повлиял на, я не знаю, на сезон, может быть, на туристическую отрасль, которую вы отражали? Именно скандал? Ну, хорошо, пусть не скандал, а проблемы. Вот так, помягче возьмем. Мы, наверное, не говорим о проблемах. Мы говорим о событиях, в первую очередь. Да, то есть, проблемы мы, грубо говоря, анализируем по факту. Отражаем события. Объективные факты, которые повлияют. Авиация. Авиация. Авиация, которые никак не могут начать оперировать на украинском рынке. Хотя два года идут разговоры. Вот-вот, открытое небо. Вот-вот, лоукостеры. И что-то и в новостях это периодически проходит. И вы об этом пишете. Когда? Вот вы знаете, вы же в этой теме погружены, по-моему, в полный рост. И? Мы можем предполагать. То есть, соответственно, мы общаемся с представителями авиаотрасли максимально. То есть, кстати, в крайнем нашем номере вышло интервью. Ну, все знают, да? Да. Да, да, да. Это я просто покажу. Анонс небольшой. Да, да, да. Телевизионный анонс газеты. Ну, а что, неплохое сотрудничество. Вашу газету в телевизоре. Ну, в общем-то, это интервью, может быть, немножечко с другой стороны показывает ситуацию. И немножечко с другой стороны показывает другой угол зрения на старую знакомую авиакомпанию. Мы постарались быть максимально объективны. То есть, вы не чувствуете себя сторонниками авиакомпании МАУ? Мы себя чувствуем стороной, которая может дать объективную оценку. Потому что вот есть опыт. Ну, сейчас же в тренде поливать их, в общем, чем попало. На мой взгляд, да, это действительно тренд. Причем тренд, по-моему, искусственно созданный. Понятно, что авиакомпания далека от идеала. Но с другой стороны, да, если экономика страны во второй сотне мировой, да, почему авиакомпания, национальный перевозчик должен быть на уровне сингапрусских авиалий? Вот, то есть, ну, должны быть какие-то, скажем так, экономические обоснования этому. Ну, вот, то есть, на самом деле, на сегодняшний день МАУ генерирует 70% всего пассажиропотока из Украины. Я чужую цитату тогда перефразирую. Уровень мерзавцев в авиации не выше среднего по стране. И при всей, как бы, неоднозначности ее деятельности, да, то есть, понятно, что не без шероховатости, но я считаю, что, ну... Ну, то, что вы называете шероховатостями, другие называют более грубыми словами. Да, но во всяком случае, мне кажется, что все-таки поддерживать национального перевозчика необходимо, как бы это ни было. То есть, если не деньгами, да, то есть, не пользоваться услугами, то, как минимум, не заниматься пиар-компанией, особенно, если ты, в принципе, не являешься пассажиром МАУ. А большинство, скажем так, комментаторов и на Фейсбуке, и в других... На МАУ уже несколько лет, как не летают, да? Либо вообще никогда никуда не летали. А, ну да, есть и такие, конечно. Да, то есть, мы не знаем почему, но МАУ это плохо. Ну, потому что все говорят. Да, то есть, такой подход, к сожалению, есть. Возможно, это, скажем так, из нашего, как говорится, советского прошлого, что все иностранное, хорошее, все наше. Ну, я по стартакам не читал, но осуждаю, да. Вот это из той же серии, по-моему. То есть, у МАУ есть достаточно большое количество проблем, но, тем не менее, это отраслеобразующая компания, это один из крупнейших плательщиков налогов на сегодняшний день. При всех, как бы, скажем так, спорных моментах, вот, естественно, что компания отстаивает максимально свои интересы, но, если оценивать ситуацию последних лет, то количество искусственных проблем, которые пытаются создать МАУ авиавласти многих стран, говорит о том, что с ними считаются как с игроком, скажем так. То есть, если бы уровень операционной деятельности МАУ был низким, то, собственно говоря, какой смысл там не продлевать разрешение на полеты, да, не давать нужные слоты, количество, частот и так далее. То есть, я считаю, что сопротивление оказывают только тем, кто действительно представляет какую-то, ну, назовем это, угрозу. Угрозу, именно коммерческую. Да, коммерческую угрозу рынка. Ну, я, в общем, с одной стороны, и понимаю, и принимаю, и мне достаточно симпатична ваша позиция, вот так, быть все-таки в стране и быть объективными, не лезть, ну, вот, во все это бурлящее море, не море, хорошо, давайте назовем это море, окей. Вы, прежде всего, как ежемесячник, занимаетесь аналитиками, аналитикой и время от времени и прогнозами, тоже не учираетесь этого неблагодарного занятия. По раннему бронированию, сегодня просто общая тема у нас уже переход в раннее бронированные, многие туристические операторы запускают свои акции, некоторые уже запустили, но пока по них почему-то помалкивают, ну, вот, в широких массах не двигают эти пиар-компании. Что вы думаете, как, вот, в предстоящем зимнем сезоне, как себя покажет раннее бронирование? Потому что все больше и больше негативных отзывов о нем, при том, что оно имеет, в общем-то, сплошные плюсы. Есть такая позиция, что раннее бронирование невыгодно в случае, ну, вот, конкретная ситуация, да, агент забронировал тур у оператора по соответствующей выгодной цене. К моменту вылета туриста по этому туру цена на горящее предложение значительно ниже по стоимости, чем дача. Хотя фактически так быть не должно и не может быть. Да, так быть не должно. То есть оператор верно заложился в раннее бронирование, верную цену. До сих пор эта тема была актуальна и решения этой темы пока, в общем-то, определенного не было. То есть оно все время обсуждается, соответственно, ищутся пути решения. Но пока такого реального решения этой проблемы мы не увидели. Возможно, в этом сезоне будет что-то новое. Мы обязательно будем разговаривать с нашими комментаторами на эту тему. Потому что, ну, очень уж много негатива было с этим связано до сих пор. Вот-вот. При том, что такая, в общем-то, позитивная и действительно направленная на потребителя акция, как раннее бронирование, почему-то вот, ну, темы, в общем, смежные фактически. Ну, там в тренде поливать, чем попало, что есть под рукой, давайте польем. И про раннее бронирование тоже вот по сезону было огромное количество вот развернутых комментариев, как понятных, так и малопонятных комментаторов, да, до просто каких-то вот высказываний походя. А, ерунда это ваше раннее бронирование. Или кто-то из специалистов говорит, да ну это же за этим же будущее, это глубина продаж, это стабильность рынка. И это тоже верно, но потребителю как-то, по-моему, плевать на это, да. Ну, на самом деле, в моем понимании, да, то есть, когда это все только задумывалось лет 10 назад, да, то есть, акции раннее бронирование, они интересны для дорогих отелей, это первое. И второе, для отелей, которых в сезон практически никогда невозможно подтвердить. Ну да. Вот, то есть, скажем так, в своем изначале... Они в самом начале сезона уже в сезоне больше не используются. В своем изначальном варианте продукт был абсолютно корректный, востребованный. И эксклюзивный, я бы даже сказал. И только определенная часть, скажем так, потенциальных туристов я и пользовался. То есть, тогда это работало абсолютно в разумных рамках. Когда сейчас раннее бронирование идет по всем направлениям и по всем уровням гостиниц, то это уже превращается... Ну, заранее бронирование по двоечкам Турции, это немножко... Да, да. Но иногда выглядит абсурдно, хотя раз это заводят, это же... Было проведено какое-то маркетинговое исследование, это же не с бухты барахта делается. Ну, я не верю, что вот сидят люди, которые вот так, давай-ка я объявлю раннее бронирование по двойке. Ну, вот нет же. Или я идеализирую ситуацию? Сложно сказать. Ну, на самом деле, на сегодняшний день в том виде, в котором оно существует, это скорее минус, чем плюс. Вот так. На мой взгляд. Я понимаю, это ваша позиция, мы ее принимаем. И действительно, может быть, с ней не соглашаться. Наверное, это лето было первым таким показателем, когда действительно по многим отелям продажи в последнюю минуту были более интересными, чем продажи в январе. И тут Турция тоже сыграла свою роль опять. Конечно. Потому что вот раннее бронирование по Турции, да, показало себя не самым продуктивным в этом году. И что будет? А учитывая, что мир, в общем-то, прогнозируется не очень легко. И события в нем иногда возникают настолько спонтанно, что, казалось бы, ты разбираешься в ситуации, знаешь местную специфику, а там бац, и вторая смена, да? Переворот в Турции. Пускай на одни сутки, но тем не менее сыграла. Сыграла очень большую роль. И потом еще три недели успокаивали, что, ребята, не воспринимайте это как приход пиночета к власти, там, или подобные события в далеком прошлом. Ну вот, на самом деле, общаясь со многими туроператорами, да, то есть, ну, в шутку, конечно, но они считают, что нужно отдел маркетинга полностью расформировать и укомплектовать отдел психолога. Внешней разведки. Психолога, да. И внешней разведки тоже. Потому что, на самом деле, ты можешь планировать все, что угодно, придумывать совершенно невероятные маркетинговые ходы, но элементарная, скажем так, ситуация с тем же несостоявшимся военным переворотом, и все твои планы рушатся моментально. И ты должен потратить неделю, 10 дней, 2 недели на то, чтобы донести эту информацию корректно для потребителя, уговорить, успокоить и так далее. Как живет туристический еженедельник? Ну, у нас потихоньку заканчивается время, я хотел немножко о вас поговорить. Вот как живет редакция, поскольку ежемесячник, конечно, я оговорился, все-таки я никогда в ежемесячниках не работал, все еженедельник было. Ну вот как построена неделя, я, допустим, понимаю, ну вот когда месяц до выхода, когда начинает гореть вот все в редакции, начинают все носиться, рвать на себе волосы и так далее. Знаете, я думаю, что лет уже энное количество, мало кто на себе что-то рвет, потому что процесс уже налажен, спокоен и, в общем-то... То есть не бывает вот такого, что перед дедлайном кто-то глотает волокордин? Такое бывает, но это больше связано, наверное, с коммерческими вопросами, чем с редакционными. Поэтому это, наверное, больше я расслабываю. Ну как, а вообще материалы от Турции, а там бах, и вторая смена. Вот поэтому мы уже наладили схему работы так, что мы предусматриваем предположительно... Есть чем подстраховаться. Да, есть чем подстраховаться, во-первых. Во-вторых, вот такие вот материалы мы, ну, учитывая специфику, мы можем перенести, да, то есть можем пересмотреть. Есть журналисты, которые могут оперативно подключиться к теме. То есть все, вот все эти моменты у нас уже предусмотрены. Ну, как на пульсе. Ну, я вот, честно говоря, даже не то что снесняюсь, а откровенно не хочу узнавать, по каким поводам в коммерческом смысле можно рвать на себе голос внутри украинской туристической газеты. Хотите ли вы, планируете ли вы, что называется, быть ближе к массовому читателю, который не понимает терминологии, не понимает специфики, ну, то есть вот на пальцах ему что-то объяснять? Все-таки вы достаточно специализированные издания и больше интересны людям, которые хотя бы немножко в туризме что-то понимают и разбираются. Обычно вам путешественникам сложнее вас читать? Понятно, конечно же, сложнее, но, опять же, нас читают те, кто путешествует часто, много и долго. И этим туристам мы достаточно понятны, как нам кажется. Но, если есть такое мнение, стоит задуматься в любое мнение, ну... Нет, ну, каждый выбирает себе путь. Чем глубже специализация, тем больше непонятности для обывателя. Это же нормально. Да, но дело в том, что если мы сейчас пойдем в эту сторону, то мы потеряем, возможно, потеряем часть своих постоянных читателей, профессионалов, которые действительно уже привыкли к нашим материалам в том виде, в котором они есть, и им станет просто неинтересно. Ну да, тут от добра-добра. Ну, ваша политика, ваша стратегия. Хочется, я не знаю, пожелать, а что пожелать? Бумага хорошая, печать прекрасная, материалы интересные, сам читаю, каюсь, читаю, почитываю, подсматриваю, закрываюсь от всех. Ну, чтобы никто не видел, что я в этот момент читаю именно украинского туристического газета, не подсматривали, не снимали. Да, каюсь, почитываю. Спасибо за то, что есть. А вот еще буквально очень коротко о смежные проекты, потому что вы так много участвуете во всем, как издание, поддерживаете турниры и организовываете их, в том числе специализированные футбольные выставки. Ну, в общем, я сейчас сам это перечислять не буду, да? Ну, то есть очень много смежных проектов. Во-первых, как хватает времени и зачем вам это все? Ну, в любом случае мы обязаны держать руку на пульсе. Участвовать везде мы не можем, естественно. Несмотря на то, что достаточно большой штат журналистов с нами сотрудничает, но мы стараемся отражать самые яркие события и посещать их, соответственно. Вот, например, последнее событие – это была выставка в Новом Орлеане, IPW International Power Wow 2016. Я покрываю завистью. Очень масштабное событие, как всегда, очень хорошо организовано. Ну, и, соответственно, Новый Орлеан. Ну, то есть знакомство с Америкой. Эта страна показывает, то есть путешественники из Украины в эту страну в этом году количество посещений показало довольно-таки существенный рост. То есть и мы стараемся отслеживать такие моменты и посещать места, которые значимы. Сейчас потребую на самый последок, уже перед тем, как попрощаемся по нашим рукам и зрителями, передаю им привет Бомбарби. Маленький спойлер, если можно. Есть какое-то запланированное, большое, может быть, даже сенсационное, хотя я знаю, что вы за ними не гоняете, за сенсациями, интервью ближайшего номера? Ну, потому что вот в этом номере оно есть. Сенсации не могут быть в каждом номере. Ну, я понимаю, я понимаю. Но, тем не менее, ну, короткий какой-то спойлер, знаете, такой, вот через два номера у нас там. Нет такого ничего. Ну, у нас будет. Или не раскроете. Ожидайте через два номера. У нас будет интересное интервью и в ближайшем номере, и через два номера. Ну, что это за интервью? Будет известно позже. Я так и знаю. Считайте украинскую туристическую. Ребят, не дожал я их, не дожал, честно. Вот, ну, не получилось. У меня они пришли вдвоем. Естественно, я с ними не справился в плане того, чтобы они нам раскрыли спойлеры. Представители Украинской туристической газеты, ее главный редактор Яна Слабинская, ее коммерческий директор Ярослав Рыцковский. Спасибо, что заглянули. Давайте почаще, ну, как бы, хотя бы раз в месяц. Ну, вот, вы же привыкли раз в месяц, вот, да? Номер сдали, заехали. Номер сдали, заехали, поговорили, обсудили. Не только номер, но и вообще события. Вас, как аналитиков, интересно послушать, потому что ваши позиции часто отличаются от общерюночных. Спасибо. Спасибо вам. Бом, барби, я-я, бом-бом, 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 барби, я-я, бом-бом, бом-бом, бом-бом.